Привет друзья, приветствую вас на своем канале и сегодня мы с вами приготовим спанокопитку. Рецепт, который стоит из обжаренного шпината, сыра фета и приправ, завернутых в фило тесто и запеченную до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Несладкая, сытная закуска или вариант основного блюда, который всегда получает восторженные отзывы. Это лук, укроп, лук и петрушка. Итак, нарежем лук. Нагреем сковородку и добавим оливковое или растительное масло. Нарезаем шпинат, отрезаем черенки и нарезаем шпинат не очень мелко. Нарезанный шпинат перекладываем в тарелку, добавим лук и обжарим, пока он не подрумянится. Нарежем кроп, лук и петрушку. Лук наш поджарился и будем добавлять шпинат небольшими порциями. Как только вы выложили весь шпинат, мы ее у нас с вами посадим. Когда весь шпинат умянет, добавим зеленый лук, петрушку и укроп. Когда шпинат приготовился, выкладываем на тарелку и остынем. Когда наша шпинатная смесь остынет, добавим в нее сыр. Добавим черный молотый перец и все опять перемешаем до однородной хорошей массы. Растопим небольшой кусочек сливочного масла. Возьмем два листа фейла и разложим их. Первый лист мы выкладываем на наш коврик и смазываем его растопленным сливочным маслом. Дело в том, что если его не смазать сливочным маслом или любым оливком маслом растительным, если его не смазать, то пойдет реакция и на воздухе будет тесто трескаться и ломаться. Так что работая с ним, сразу берите из упаковки нужное вам количество теста. Итак, выкладываем второй пласт на первый и хорошенько-хорошенько мы его проглаживаем, выгоняем в воду. Затем сложим его в три раза и я его разрезала. Итак, у нас получилось три широких ленты и каждую ленту я взяла еще и разрезала пополам. Равномерно распределим шпинатную начинку. Смажем кролями растительным маслом. И будем складывать нашу спонокопиту треугольной формой. Выложим нашу спонокопиту на воду и смажем его желтком. Сверху посыпем кунжутом и отправляем в духовку на 25 минут 30 при 200 градусах. Итак, наши спонокопиты готовы. Для рецепта можно использовать свежий и замороженный шпинат. Сыр для выпечки должен иметь кислинка и салоноватость во вкусе. Так он будет лучше сочетаться с пресным шпинатом. И в данном рецепте я использовала тесто филла, но вы можете использовать тесто слоемным. Вот и все, мои дорогие друзья. Надеюсь, мой ролик и мой рецепт, который я вместе с вами сегодня приготовил, вам очень понравился. Всем до новых встреч. Пока-пока.